Всем привет! Добро пожаловать на канал RootCenter. Когда вы развиваете свой бизнес и сайт, у вас может появиться потребность создать блог или иностранную версию сайта. Для этого можно использовать домен третьего уровня. Это будет отдельная от нашего сайта страница. И, кстати, это бесплатно. В этом видео мы разберем, как подключить такой домен. Весь процесс очень похож на подключение простого домена, но есть небольшое отличие. Как выглядит домен третьего уровня? Допустим, домен нашего главного сайта – это website.com. А мы хотим сделать поддомен для нашего блога. Тогда он будет blog.website.com. Очень часто домены третьего уровня используют для выделения отдельных бизнес-направлений компании на отдельный сайт. Допустим, мы в рамках нашего бизнеса открыли кэшбэк-программу. Или компания выходит на рынок новой страны и делает сайт на локальном языке. Итак, теперь давайте посмотрим, как подключить домен третьего уровня. Для этого нам понадобится наш личный кабинет в rootcenter и на tilde или на другой CMS, на которой вы создаете новую страницу. Допустим, у меня основной сайт и новая страница созданы на CMS tilde, поэтому я покажу весь процесс здесь. Но по факту он практически одинаковых на любой CMS. Для подключения новой страницы мне нужно зайти в мой личный кабинет на tilde. Итак, заходим во вкладку «Мой сайт», смотрим сайт, для которого мы будем подключать домен, заходим в него и нажимаем в настройки сайта. Дальше здесь мы видим субдомен на tilde и здесь кликаем на «Подключить свой домен». Дальше вот сюда нам нужно ввести наш домен третьего уровня. Возвращаюсь теперь в личный кабинет в rootcenter. Здесь во вкладке «Услуги» мне нужны мои домены. Дальше скроллю в этой вкладке и ищу тот домен, к которому я хочу подключить новый поддомен третьего уровня. Копирую поддомен. И теперь сначала вписываю название моего поддомена. Допустим, я хочу сделать блог для своего сайта. Пишу блог точкой и вставляю сюда свой домен. Дальше нажимаю на Enter и сейчас tilde мне показывает, что домен не подключен. Все верно, потому что нам нужно еще внести а запись в DNS-зону. Как это сделать? Есть два способа. Вспомните, как вы подключали домен вашего основного сайта. Приобретали ли вы услуга DNS-хостинга дополнительно к своему домену или же у вашего домена тариф оптимальный, в которой включена опция DNS-премию. Если вы покупали DNS-хостинг отдельно, то нам нужно войти во вкладку DNS-хостинг. Для этого мы возвращаемся во вкладку для клиентов и здесь ищем в разделе «Услуги» вкладку DNS-хостинг. Так, супер. Здесь нам нужно зайти в панель управления DNS-зонами. Кликаем на кнопку управления DNS-зонами. Здесь выбираем домен, к которому мы подключаем домен третьего уровня. И здесь нам нужно внести две а записи. Нажимаем на «Добавить новую запись». В поле «Name» мы прописываем название нашего поддомена. Название нашего поддомена – это вот эта первая частица. Я ее скопирую. У меня, в моем случае, это блок. Дальше ввожу ее сюда. Например, если бы вы создавали английскую версию вашего сайта, и у вас вначале стояла «N» точка, и дальше ваш домен, то тогда бы название вашего поддомена было «N». Дальше оставляем тип «А», и в поле «IP-адрес» мы вставляем вот это значение, которое нам предоставила тильда или ваша CMS. Копирую его, вставляю в поле, и поле «TTL» мы оставляем пустым. Нажимаю «Добавить», и нам нужно добавить еще одну запись. В поле «Name» мы прописываем 3W, дальше ставим точка, и опять же прописываем название нашего поддомена, то есть в моем случае это блок. Дальше оставляем тип записи «А», и в поле «IP-адрес» мы опять копируем API, который нам предоставила тильда или ваша CMS, и вставляем его сюда. В поле «TTL» мы оставляем пустым. Нажимаю «Добавить», и последнее, что мне нужно сделать, это выгрузить изменения, выгрузить зону для того, чтобы наши изменения сохранились. Дальше стоит подождать всего немного, для того чтобы информация на DNS обновилась. Стоит подождать примерно от нескольких минут до, допустим, одного часа, и дальше возвращаемся в тильду, и здесь заново нажимаем Enter для того, чтобы посмотреть, что наш домен был подключен. Перейдем ко второму варианту подключения. Если вы приобрели домен с тарифом оптимальный и выше, и у домена есть опция DNS Premium, по факту процесс очень похож. Единственное, что поменяется, это то, где мы найдем панель управления DNS-зонами. Нам нужно вернуться в наш личный кабинет RU-центр, и здесь в разделе «Услуги» вхожу во вкладку «Мои домены». Теперь здесь ищу домен, к которому я буду подключать домен третьего уровня. Так, допустим, вот этот домен. Я вижу, что здесь тариф оптимальный. Кликаем по домену для того, чтобы зайти в его свойства. И скроллим до конца страницы. Здесь, в последней строчке DNS Premium, мы видим, что услуга включена, и здесь есть кнопка «Панель управления». Кликаем по ней для того, чтобы зайти в панель управления зонами. Супер! Дальше нам теперь, как и в первом варианте, нужно добавить о записи. Для этого возвращаемся в тильду. Я, допустим, опять же, я делаю блок, прописываю блок, вставляю свой домен основной и нажимаю Enter для того, чтобы подключить. Опять же, тильда нас предупреждает, что домен не подключен, потому что мы не внесли о записи в DNS-зону. Для того, чтобы внести о записи, мы копируем IP-адрес наш и возвращаемся в панель управления DNS-зонами. Здесь нажимаем «Добавить новую запись». В поле «Name» мы прописываем название нашего домена третьего уровня. Это вот эта частица, которая стоит перед вашим основным доменом. В нашем случае это блок. Прописываю блок. Тип записи оставляем, а в поле «AP-адрес» мы вставляем то значение, которое мы вот здесь скопировали в тильде, в моем случае, или которое вы скопировали в вашей CMS-системе. В поле «TTL» мы оставляем пустым. Нажимаем «Добавить». Дальше нам нужно добавить вторую запись. Для этого мы в поле «Name» вводим 3W, дальше ставим точку и вводим название нашего домена третьего уровня. Тип мы оставляем «A» и в поле «IP-адрес» опять же вставляем то же самое значение, которое мы копировали в тильде. Поле «TTL» мы оставляем пустым. Нажимаю «Добавить». И последнее, что остается сделать – это выгрузить зону для того, чтобы изменения сохранились. Нажимаем «Выгрузить зону». И теперь нам нужно подождать, пока информация в DNS обновится. Стоит подождать примерно от нескольких минут до нескольких часов. Готово! Мы с вами подключили домен третьего уровня. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите и в комментариях, или если у вас что-то не получается, вы всегда можете обратиться в техподдержку. Всем удачи, всем пока!